Всем доброго дня, дамы и господа. Через 35 секунд вы узнаете, что нужно знать перед покупкой китайской робот-лопы. Смотри, тут что-то по китайски показывает, по китайски или по японски даже не знаю. Вот, смотри. Машина отнимает, там ворот откроется, там ничего не говорит, там микрофон ничего не говорит, просто мальчит. А это науке, можно сказать, до сих пор неизвестно. Так вот, 35 секунд прошло, перед покупкой китайского робота нужно знать китайский язык, мои дорогие господа и дамы. И больше ничего, и дальше вы увидите, почему я это утверждаю. Это голова и мозги роботизированной автомойки, панель оператора, здесь производится ценастройка. Сейчас мы видим, там идет мойка. И я сейчас возьму камеру поближе и вам доступно покажу, что нужно знать и без чего невозможной эксплуатации. Причем, обращаю ваше внимание, что Laser Wash SJ, это автомойка, да, она самая сложная, но по настройкам она самая простая. Здесь самое минимальное количество настройок, которые вы можете изменить и справить. Все заранее заложено на заводе производителя. Машинки едут, снимаем промежуток. Ну вот, господа, видим, машинка закончилась. Режим 1, режим 2, режим 3. Сейчас на обновенных тут четвертый режим. Отмена, пауза, сброс. Здесь мы можем настраивать время паузы между нанесением химии. Здесь, скажем так, более-менее все понятно, но, скажем так, время растворения МТ-1, время этой МТ-1. Я это уже понимаю, конечно, но в первый раз это все достаточно диковато. Например, время полировки, пеном Мэйджик. Привыкаешь, ко всему привыкаешь, но первое время это, конечно, дико. Самое интересное впереди. Идем вперед. Основное меню. Здесь можно выбрать язык. Польский, китайский, русский. Вот сейчас у нас на русском языке. У нас же русифицированная история. Заходим в настройки пользователя. Здесь настраивается с определением контура. Сходу перевожу для меня, потому что это вещь достаточно очевидная. Не знаю, как для вас. Это боковое определение расстояния от вертикальных рук до автомобиля. То есть приближение вертикальных рук к автомобилю по бокам. Здесь, понятно, непроизвольный тип. Переводи, не переводи. Я так и не знаю, что такое. Ливаж, автодор, класс. Только мойка, автоматически двери закрываются. Эта кнопка работает, но непонятно, что это такое. Здесь тоже она есть. Но вот такая история. Идем дальше. Хорошо, это цветочки. Настройки программ. Серьезное меню. Установка параметров функций. Дистанция конца мойки авто. 4. Ну, можно хотя бы поиграть с цифрой 4. Больше, меньше. И посмотреть, что происходит в конце авто. Но, поверьте мне, по моему опыту, эта цифра никакого отношения, этот параметр к концу авто не имеет. Дистанция начала сушки. Это тоже такая история. То есть, где начнет сушка? Это вроде бы по логике. Скажем так, не работает. Ну, это 65-й. Все понятно, угадайте. Если нет внутреннего голоса, то вам не стоит покупать китайскую робот-мойку. Время подготовки и старта. Хотя бы понятно, что это такое. Тоже к этому не имеют отношения. Но хотя бы этот параметр работает. Время сушки. Вот это интересная история. Это переводится с русского языка на русский. Скорость сушки. Но она здесь не работает. Эту функцию вы можете поменять. Хоть 0 поставить, хоть 2 поставить. А скорость шаттла от этого не изменится. Но поиграться и верить в то, что у вас сушка будет быстрее или медленнее, можно надеяться. Дальше. Угадайте сами. Угадайте сами. Угадайте сами. Возвращаемся. Это было первое минимуме еще только, господа. Определение настроек. Вот история. Средняя секция, задняя секция. С этим еще более-менее понятно. Определение позиции. Вещь непонятная. Средняя секция, почему понятно, потому что 5 лет я этим занимался. Вам, скажем так, спойлерить, я не буду обламывать кайф, познание, если вы это надумаете, приобрести китайскую. Вот. Ну вот, такая вот история. Это, наверное, калибровка ультразыковых датчиков. По этой теме есть отдельная инструкция. Это, как бы, вещь понятная, нормальная. Вот. Изменить спидкод, вычесть сумму. Вот это вы поле видите? Настройки считывателей карт. Знаете, что это? Это ничего. Это информационный мусор. На это смотреть не надо. Это, ну, извините, спойлер. Решил вас удовольствия познание китайской программы. Так. Тут мы идем дальше. Настройки системы. Кожевую историю. Ну, дублируется кнопка. Не произойти. Здесь, да. Подписаны два. Здесь ничего не происходит. А что может произойти на самом деле, ну, никто не знает. Мне пятилет не хватило, чтобы наиграться со всеми этими кнопками. Потому что, ну, это очень непростая, я вам скажу, задачка. Дальше идем. Специальные настройки. Бах! Истории повторяются. Номера вертикальных кодеров. Я знаю, что такое, но вам не скажу. Вещь, наверное, вам особо не понадобится. Но получаете удовольствие, угадывайте. Здесь тоже такая интересная. Вертикальный допуск. Плюс задачки на смекалку. Вот. Такая вот настройки программ. Вот еще есть настройки обнаружения. Вот. Это науке, можно сказать, до сих пор неизвестно. Это что-то есть. Здесь что-то меняется. А что меняется? Причем, тут есть такая фишка. Запомнили это меню. Центр управления. Здесь пароли, вся история, доступа. И если нажать на восстановление заводских настроек, то у вас вот эта вот вся история вылетает. Ее нужно вводить заново. И тут проблемы. Я на этом как-то очень, ну, годик потерял. Пока понял, где что должно быть написано, чтобы мойка работала нормально. Она будет работать, но кривовата. И вы не поймете, из-за чего это она работает так криво. Вот, господа, примерно вот такая история. Ну, могу, конечно, еще лайфхак один показать. Все-таки, как говорится, не бывает безвыходных положений. Вот запомнили меню, настройка программ. Это вам пригодится. Заходим. Ловите лайфхак на все времена. Выходим. Вот видите, два китайских, которые вам больше нравятся. Давайте вот на этот. Вот. Вау. Находите, что сразу же стало все понятно. Вот до этого был какой-то непонятный язык, а вот теперь все стало понятно. Заходим сюда. Все понятно. Тут не было надписи, она появилась. Здесь не было, она появилась. Заходим дальше. Ура. У нас все теперь подписано. Осталось только учиться китайский язык. Как я и говорил, в этом видео я вам скажу, что вам нужно знать перед покупкой китайского робота. Вам нужно всего лишь знать китайский язык. Дамы и господа, вы только что сами убедились, что перед покупкой китайской роботнойки нужно знать китайский язык. Нужно этого, не нужно, делайте выводы сами. Но я еще раз подчеркиваю, что это самые простые настройки. Все остальные китайские роботы, они по настройкам гораздо сложнее и смекалки, к тому же, гораздо больше.